По пояс в воде, держа в руках велосипед, житель Богородичного переходит с другого берега Северского Донца. Температура воды плюс три, но такой маршрут необходим, говорят жители. В Сатагорске можно купить продукты и получить гуманитарную помощь. В само село волонтёры приезжают не часто. Село Богородичное сегодня остаётся населённым пунктом призраком, потому что здесь не осталось ни одного целевшего дома после оккупации россиянами этим летом. До полномасштабного вторжения России в Богородичном проживало около 800 человек. Перед оккупацией практически все успели выехать, кроме двух человек. Николай оставался присматривать за своей 93-летней матерью. А вы всё время оккупации, всё лето переживали здесь, да? С подболём на СССР. Самое страшное время когда было? Когда, когда бомбы были. А когда россияне здесь были, вот как относились к вам? К чнитру? Ну, как, вон, бухалы-то, козлов-то гусей он херячил. Украли, вот рядом. Всё, что можно, всё украли, да? Да, поразболали уже. Их дом был разрушен. Сейчас семья готовится к зиме. 93-летняя Людмила Михайловна разбирает завалы и наводит порядок. На тачке перетаскивает шифер в яму за пределами участка. Что делать? Когда кончится, детки, скажите. Ну, это ж мука, ну, пропала я. Всё побила, всё посмотрела. Поймите, что я творю. Что нужно, он был перед войной. И целый день работаю. Вот. Зимовая семья планирует тоже тут. Николай рассказывает, во время обстрелов летом погиб его брат и вся его семья. Хоронил родственников сам, могилы обустроил в огороде. Волонтеры привезли для семьи лекарства, продукты и корм для собак и котов, которые со всего села сошлись сюда, к людям. В селе разбиты все коммуникации, поэтому волонтеры также передали семье окопные свечи. Восстанавливать разбитый дом из Николаевки в Богородичное сейчас приезжают пенсионеры Владимир и Раиса. Они успели выехать ещё до оккупации. А когда вы выехали с села? С села в мае миссии. 20 мая, да? А, вернулись? Да мы уже давно тут. Ну мы как, поедем и приедем. Тут больше, туда меньше. Тут больше, ну надо же вот это всё, видишь, вон крышу полотал, видишь, он закрывал, замазал. Сместе трёхлетняя Раиса рассказывает, родилась, выросла и хотела провести старость в Богородичном. Перед войной с мужем сделали ремонт. Ремонт. Сын плёнки по нас собирал там, где валялось, а где купляли. Ой, я же говорю, уже сил не мать. Падаем уже до вечера, падаем с деда. Жалко же, хочется, что. Ну я вообще, я вообще сельская что-то, родители мои жили. Я тут хотела, чтобы жить, а вон, немая сил уже. Те, когда делали. Ой, соседи удивлялись. Как вы вот это всё выливаете, вот это всё. Я тягала, муж с бетонирует. Ну и всё. И рухнулось. Новый год Раиса и Владимир планируют встретить с соседями, чтобы тем не было одиноко. А после снова уехать в Николаевку, собирать стройматериалы для ремонта своего дома. Говорят, постоянно жить в родном селе пока что невозможно. Анастасия Волкова, Артём Воронин из Донецкой области. Для телеканала Freedom.